В Гамбургском музее миниатюр Вундерленд модель поезда пыхтит, скользя по рельсам вдоль почти трёх тысяч наполненных водой стаканов, выстукивая попури из классических хитов. Когда музей был вынужден закрыться из-за пандемии, у основателя Фредерика Брауна и его команды появилось много свободного времени. Они потратили недели на создание этого музыкального проекта. Усилия того стоили. Музей попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую длинную мелодию, исполняемую моделью поезда. «Не всё идеально, но попробуйте сыграть Верди на бокалах. Или ещё хуже – Болеро, когда в твоём распоряжении всего две октавы». Железнодорожные пути проходят через замысловатые миниатюрные ландшафты и крошечные, красочные версии таких городов, как Гамбург и Лас-Вегас. К тому времени, когда почти все бокалы были наполнены до нужного уровня, вода начала испаряться, рассказал Браун. «Мы попробовали покрыть бокалы полиэтиленовой плёнкой, но потом поняли, что лёгкое масло создаёт слой на поверхности воды, сохраняет её и почти предотвращает испарение». Команда также должна была убедиться, чтобы молоточки, прикреплённые к модели поезда, не разбили ни один из фужеров для вина, настроенных на воспроизведение 20 различных классических мелодий, включая «Марш Родецкого и Оганна Штрауса» и «Коэлизии» Людвига ван Бетховена. Музей уже не в первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Он также может похвастаться самой большой в мире моделью поезда с общей длиной путей 15 километров 715 метров.